Дорогие братья и сестры, из Евангелия от Марка, глава третья, со стиха 13 по 19. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Бесов поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ванергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Вафоломея, Матфея, Фомул, Иакова Алфеева, Фадея, Симона, Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Две цели ставит Христос при избрании своих апостолов. Чтобы избранные в апостолы люди пребывали с ним, со Христом. Это одна цель у Христа при избрании апостолов. А вторая цель, чтобы посылать их на проповедь. Значит, задача апостолов — понести Евангелие всему миру. И это они сделают, когда после смерти Христа на Голгофе, и после его славного воскресения, а также после принятия силы свыше в день Пятидесятницы, до Голгофа мы не видим, чтобы апостолы много ходили и проповедовали Евангелие. Слишком познаний у них, братья и сестры, было мало, чтобы уже быть проповедниками Евангелия. Правда, мы знаем, что Христос послал их по двое, так же, как и семьдесят учеников послал проповедовать Евангелие Царстве Божьем. Но в этом путешествии, на которые Христос их послал, они так немногое могли сказать о Своем Учителе, о Своем Господе Иисусе Христе. И о значении Его предстоящих страданий и смерти они, конечно, ничего не могли говорить в своей проповеди. Потому что они, тайны Голгофы, совершенно не знали еще, братья и сестры. Если Христос избрал их, чтобы посылать их на проповедь, то не теперь, когда Он их избрал, а после того, как они пройдут благословенную школу в общении с Ним. А потом, когда они получат силу свыше, тогда они пойдут по всему миру. И будут проповедовать Евангелие Царстве Божьем. А до Голгофы главной их задачей будет пребывание со Христом. То есть созерцание изо дня в день Его Божественной силы, и также созерцание Его небесной красоты образа. Это они будут каждый день иметь возможность созерцать силу своего Господа и славу Его, и красоту Его образа. Вот это пребывание со Христом повседневное, это созерцание Его Божественной силы, приведет их к вере в Божественность Христа, без которой нельзя проповедовать Евангелие. По крайней мере, не будет силы в этой проповеди, потому что грешникам, которым надо проповедовать Евангелие, надо показать, что значит Христос, в Которого они должны веровать. Надо знать Христа, прежде чем проповедовать Его или проповедовать о Нем. Я думаю, что вы, братья и сестры, все с этим согласитесь. Вот почему, избирая апостолов, Христос имел именно эти две цели. Во-первых, чтобы они были с Ним, чтобы сперва они побыли с Ним, вот эти три с половиной года. А потом уже, когда они приобретут нужные знания, веру, а также и полюбят Его, тогда посылать их на проповедь. И вот они будут созерцать этот небесной красоты образ. И у них будет желание следовать примеру Христа. И будет желание приобретать такой же образ, какой они видят в своем Учителе. Проповедь Евангелия потребует от них, как и вообще от всех проповедников, проповедь Евангелия требует большой, непоколебимой веры в Иисуса Христа, но и большого совершенства внутреннего духовного человека, большого совершенства нравственных качеств. Вот каким должен быть проповедник. И Христос будет приготовлять из них именно таких апостолов, таких проповедников. Но, братья и сестры, если мы с вами решили немножко познакомиться с Петром, и в прошлый четверг о первых встречах Петра со Христом говорили, то мы сегодня должны узнать, что хотел из Петра сделать Господь. То, что должны они, апостолы, быть потом посланы на проповедь, это относится ко всем им. Но для Петра у Иисуса Христа была предназначена особая задача. Особая задача, а именно, Петру будет предстоять весьма ответственная задача, весьма ответственное служение, а именно, нести Евангелие иудейскому народу. Так же, как апостол Павел, которого Господь позднее призовет в апостоле, как он понесет Евангелие миру язычников. И как хорошо сказано об этом распределении дела проповеди между этими двумя апостолами, Петром и Павлом в послании к Галатам, хорошо там сказано. Вторая глава, седьмой и девятый стихи. Прошу вашего внимания, братья и сестры. Вот что пишет апостол Павел. «Увидевши, что мне вверено благовестие для необрезанных» Кто это необрезанные? Язычники. «Как Петру для обрезанных, и узнавши о благодати данной мне, Иаков, Икифа, Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и варнаву руку общение, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Вот, дорогие братья и сестры, для какого служения Господь будет готовить Петра после того, как он его призвал в апостолы. Чтобы стать апостолом для иудейского мира, для иудеев, Симон Ионин должен сделаться кифой, как мы в прошлый раз говорили. Он должен сделаться камнем, потому что это служение для необрезанных, то есть для обрезанных, для иудеев. Это очень сложное служение. И действительно, как чудно Господь взялся за воспитание Петра для этого служения, для приготовления этого инструмента, чтобы работать именно среди обрезанных. Так же, как он взял другой инструмент Павла и приготовил его для служения среди необрезанных, среди язычников. Каждый из этих двух видов служения имеет свои особенности. И вот, дорогие мои, мы только что узнали не только о том, что Петр будет апостолом для иудеев, а Павел для язычников, но мы только что из послания Галатам узнали, что три апостола из двенадцати, Иаков, Петр и Иоанн, сделаются, слушайте, сделаются столпами. В первохристианской церкви. Вот на это надо нам сегодня особенно обратить внимание, что из всех апостолов три должны сделаться столпами. Чтобы быть столпом в церкви христовой, надо тоже быть тифой, надо быть камнем, дорогие мои. Могли бы мы эти наши балконы на соломенках обосновать, братья и сестры? Конечно, нужны хорошие столбы, колонны, которые выдерживают тяжесть не только самих балконов, но еще вас, там сидящих и стоящих, дорогие мои. Вот три столпа в первохристианской церкви Иаков, Петр и Иоанн готовятся их учителям, Господом их избравшим, чтобы выдерживать потом тяжести церкви. И вот, дорогие мои, наметив для Петра, а потом и для этих других двух апостолов, Иоанна и Иакова, такое великое служение быть для иудеев апостолами, Христос приступает к воспитанию их шаг за шагом. И если Христос всех своих последователей и нас с вами, братья и сестры, делает очевидцами своих славных дел, то тем, кого Он избирает для особого служения, Он дает видеть то, чего не видят другие. Для особого служения нужна особая подготовка. Теперь нам станет понятным, братья и сестры, может быть, после многих лет чтения нами Слова Божьего, слышание Его, нам, может быть, сегодня впервые станет понятным. Почему Христос выделил из всех своих двенадцати апостолов трех? И так неоднократно мы встречаем на страницах Евангелия этих трех выделенных Христом из состава других апостолов, а именно Петра, Иакова и Иоанна, потому что они должны быть тремя столпами первохристианской церкви. Вот почему их Господь выделяет, все снова и снова выделяет, чтобы особым образом над ними поработать, над их воспитанием, над приготовлением их к этой великой задаче быть столпами в Церкви Христовой. Всем апостолам была нужна школа Христа, а этим трем будущим столпам нужна была особая школа Христа. Вот, братья и сестры, давайте теперь рассмотрим те случаи, где Христос выделяет этих трех будущих столпов Петра, Иакова и Иоанна из среды других апостолов. Конечно, мы так приблизительно все знаем, в каких случаях они были выделены, а я вам теперь вот хочу так вот подряд, как в Слове Божьем говорится о выделении этих трех из среды всех прочих. Вот мы начнем с Евангелия Марка, первая глава, с 29 по 31 стихи. Вышичи вскоре из синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Вот упоминаются только эти имена апостолов. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему Христу о ней. Подошли, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Значит, Христос приходит с двумя апостолами в дом Симона Петра в Капернауме, с Иаковом и Иоанном приходит, и вот там теперь трое этих три апостола, и они созерцают силу Христа в совершении им вот этого чуда врачебания на тещи Петра. Мгновенное врачебание, не то, что постепенное, дорогие мои, это особенно их не поразило бы, но когда теща Петра лежит в такой тяжелой болезни, и вдруг Христос только вошел и берет ее за руку, она встает и начинает им служить. Это было явление Христом особой силы его. Мы знаем, братья и сестры, как Петра объял ужас, об этом мы говорили в прошлый раз, когда он увидел силу Христа явленную в чудесном лове рыб. Вы еще не забыли, как он в ужас пришел, припал коленом Иисуса Христа и говорит, выйди от меня, Господи, я человек грешный. А теперь вот в своем доме он снова делается свидетелем силы Христа, явленной в этом моментальном исцелении его тяжело больной тещи. И Петр должен был увидеть еще больше этой силы Христовой и славы его. Мы знаем, как Нафанаил был поражен всеведением Христа, когда услышал из его божественных уст слова, Христа, когда ты был под смоковницей, я видел тебя, Нафанаил. Мы знаем также слова Христа, которые он сказал Нафанаилу. Ты веришь теперь? Да, хорошо. Увидишь больше всего. Увидишь больше всего. Вот, дорогие мои, так было с Петром. Он видел все больше и больше могущества Христа, находясь в школе Иисуса Христа. И он постигал все больше и больше его вечную божественную силу. И это ему нужно было для дальнейшего его великого и особо ответственного служения. Теперь мы вот читаем другое место, где опять Христос выделяет только этих трех апостолов. В Евангелии Марка, 5 глава, 37 по 42 стихи. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна. Больше никому не позволяет идти Господь наш. Приходит в дом начальника синагоги и видит сметение и плачущих и вопиющих громко и вошед говорит им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И взяв девицу за руку, говорит ей, Талифа куми, что значит девица, тебе говорю, встань. И девица кача встала и начала ходить. Смотрите, как Петр, а также и те два другие ученика, видит все больше и больше проявления этой силы Христовой. Все больше и больше. Велика была сила, явная Христом, в этом необыкновенном лое рыб. Эта сила уже так поразила Петра и других апостолов. Еще большая сила была явная Христом в исцелении его тяжело больной тещи. А уж воскрешение, воскрешение из мертвых дочери Ира показало Петру, а также Иакову и Анну, показало им, что для Христа нет ничего невозможного, дорогие мои, ничего нет невозможного, и что сила его не имеет границ. Вот как воспитывает Христос своих будущих служителей. Но Петр должен увидеть еще больше. И этого еще мало, что Господь ему показал, что он гластелин и над смертью. Перед нами гора преображения. Мы читаем о великом событии на этой горе, следующей. По прошествии дней шести взял Иисус, Петра, Иакова и Анна, опять этих трех, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделали белыми, как свет. Видеть преображенного Христа было дано только трем апостолам. Заметьте это себе, братья и сестры. Другие апостолы преображенного Христа не видели. Только эти три апостола. Эти три будущие столпа церкви. Вид преображенного Христа был настолько величествен, что очарованный Петр воскликнул «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь стрекущим тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Так он был очарован этим преображенным видом Христа. И вот жизнь Христа, полная божественной силы и славы, проходила пред очами всех апостолов. А в особой мере, подчеркиваю, перед очами Петра, Иакова и Иоанна в особой мере, как мы это сегодня видим. И по прошествии многих-многих лет апостол Иоанн вспоминает эту полную небесную славу жизнь Христа и говорит, «Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Братья и сестры, может ли нас удивлять после такого созерцания, повседневного созерцания божественной силы и небесной славы Христа, может ли нас удивлять ответ Петра на вопрос Христа, который был своего рода экзаменом для Его апостолов. Через некоторое время пребывания в школе Его, после некоторого времени созерцания ими Его славы, Его славных дел, после созерцания ими Его силы, Христос решил, как бы им назначить день экзамена. В чем экзамен? В их вере. Достигли ли они веры, которую они должны были иметь? И как последователи Христа, и как апостолы Христа, и как будущие вот столпы церкви. Имеют ли они эту веру? Приобрели ли они ее в школе Христа? И вот Христос экзаменует их. А вы за кого почитаете меня? Вы за кого меня почитаете? И вдруг из уст Петра он слышит ответ, но который дан не только от самого Петра, но и от других апостолов. Какие слова сказал Петр Христу? Слушайте, ты Христос, Сын Бога Живого. Эти слова, братья и сестры, надо понимать так, что Петр здесь исповедует свою веру в божественность Христа. Перед Ним Христос стоит как Бог. Точно так же, как перед Фомой в день воскресения Христова. Христос стоял тоже как Бог. Господь мой воскресает Фома и Бог мой. Ты Христос, Сын Бога Живого. Эту же веру Фомы исповедует и Петр. Ты Бог, Ты Господь наш. Дорогие мои, вот эти слова Петра свидетельствуют о том, что в общении со Христом он достиг высокой ступени познания своего Господа. Высокой ступени. И как мы сегодня говорили, Христос их избрал, чтобы посылать их на проповедь. А, как я уже сказал, проповедовать Христа это значит верить в Него прежде всего, как в Бога. Есть проповедники, которые Христа проповедуют, не веря в Него, как в Бога, проповедуют Его, как великого Учителя нравственности. Но эта проповедь никого не обращает ко Христу, не вызывает слез умиления, слез покаяния, а нужна была проповедь, которая потрясала бы души. Прежде всего проповедники Евангелия должны иметь веру во Христа как истинного Бога. И вот, дорогие мои, на горе преображения Петр и два других апостола были очевидцами величайшей славы Христа. Но этого было мало. Для того, чтобы им выступить на проповедь о Христе, знать Христа только как Бога, было мало им, братья и сестры. И вот Петр по милости Христовой делается очевидцем и другой стороны в жизни Христа, а именно его глубочайшего уничижения. Петр был очевидцем не только горы преображения, он был очевидцем и Гефсиманского сада. И вот мы читаем снова об этих трех, которые после горы преображения попадают в этот Гефсиманский сад. Мы читаем «И взял с собою Петра Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать и сказал «Душа моя скорбит смертельно». Вот тут уже Христос являет им не силу свою и не славу свою, он им показывает частицу голгофы, уничижения своего и этой страшной тоски души своей, дорогие мои, они видят его таким ослабевшим здесь, покрытым потом, кровавым потом, молящимся, чтобы чаша его миновала. Христос им показывает частицу голгофы, которую они должны постигнуть. Чтобы проповедовать Христа, они должны знать его не только как Бога, но как Спасителя, который таким уничижением, таким страданием и такой позорной смертью совершил спасение всех грешников от вечного ада. Но, к сожалению, Петр, а также Иаков и Иоанн смотрят в Гефсимании на скорбящего смертельного Христа отяжелевшими от сна глазами, дорогие мои. Они заснули там. И когда Христос их один раз и другой раз и в третий раз будил, они на него смотрели в таком виде, как на покрытого этим потом, насмотрели сквозь отяжелевшие от сна глаза. Но вы должны сегодня узнать и о том, что не только на уничиженного в Евсиманском саду Христа они смотрели такими глазами, а они и на горе преображения, эти же три апостола, смотрели над прославленного Христа глазами отягченными сном. Так мы читаем, дорогие мои, в Евангелии от Луки, где сказано, Петр же и бывшие с ним отягченные были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. Они спят на горе преображения и, пробудившись вот сквозь эти отяжеленные сном глаза, видят преображенного Христа. В Евсиманском саду они спят, опять спят и, пробудившись, смотрят на Христа опять такими же глазами. О чем это нам говорит, братья и сестры? Мы сейчас только что выделили на основании Слова Божия этих трех апостолов из среды других. Мы сейчас только что слышали, какая великая задача апостольской предстоит Петру в дальнейшем быть апостолом для иудейского мира. Мы слышали сегодня о том, что они готовятся быть столпами христианской церкви, а вместе с тем смотрите, какие же у них минусы в их вот учебе в школе Христа? Какие минусы? Какие недостатки? Это говорит о том, что мы все с вами учимся у ног Христа, но как бы мы не радовались успехам своим, как бы не радовались наши окружающие братья и сестры, что мы так хорошо духовно растем, поднимаемся по лестнице познания Господа Иисуса Христа такими большими шагами, но братья и сестры будем помнить, что мы полны недостатков. И нужно прямо сказать, что церковь Христова смотрит на Христа и на славу его, и на проявление силы его, а также и на Голговский крест его, где он был так уничижен, и смотрит этими глазами потягченными сном. это надо сказать так о большинстве детей Божьих во всех церквах Христовых на земном шаре. Как удивительно, много последователей Христа спят духовно. Какое же может быть созерцание славы Иисуса Христа? Какое же может быть возрастание веры, познание Иисуса Христа? Если мы такими глазами созерцаем его славу и такими глазами созерцаем его славу и величию Субтитры 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 Субтитры